Ремонт начался месяц назад. Меняют плитку, красят стены и ремонтируют кабинеты врачей. Весь ремонт, который выполняется в детской поликлинике, выполняется по программе всеобщей диспансеризации детей Лазаревского района. Средства, на которые выполняется ремонт, выделены благодаря администрации Лазаревского района за счет социальных партнеров. Уже заменили инженерные коммуникации, трубы и отопление. Старые стены, сосыпающаяся штукатурка теперь в прошлом. В помещениях стало гораздо светлее за счет яркой плитки на полу и стенах. Появилось больше скамеек. Обновили и лицо поликлиники, регистратуру и вестибюль. У Елены Морозовой двое маленьких сыновей. Обращаться к врачам приходится часто. Говорит, прежде даже взрослым находиться в мрачных темных коридорах было неприятно. Без ремонта наша поликлиника напоминала что-то похожее. Она была на сельскую поликлинику, может, где-то в глубинке. Хотя наш город Сочи, курортный, он должен соответствовать. Поэтому сейчас у нас будет все соответствовать. Уже на следующей неделе ремонт будет завершен. Поликлиника начнет функционировать в нормальном режиме. На этом преобразование медицинских учреждений в районе не закончится. Центральная наша больница номер один. Мы уделяем огромное внимание и тоже точно так же ставим перед собой задачи приведения в должное состояние нашей больницы. Это в первую очередь наше инфекционное отделение. Проектная документация уже направлена в край на согласование. После курортного сезона обновят и другие отделения городской больницы номер один. Добавлю, 2013 год в Краснодарском крае объявлен годом здоровья. Но приоритетная программа здоровья действует в регионе уже три года. За это время в Сочи капитально отремонтировано 13 медицинских учреждений и построено три больницы. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ